На Пятницкой улице уже заканчиваются следственные действия. Там сегодня после тушения сильного пожара обнаружили трёх убитых мужчин. На месте работает Елена Шевелёва. Давайте поговорим с моей коллегой. Лен, ну расскажи нам скорее, удалось ли уже понять, кто был хозяином нехорошей квартиры и кто те люди, чьи тела были обнаружены, но получается на месте преступления? Женя, приветствую тебя. Действительно удалось уже выяснить, что квартира принадлежит Олегу Колотилову, юристу, совладельцу компании Колотилов и партнёру. Вы можете сейчас видеть, как из его квартиры находится на третьем этаже в доме 28 по Пятницкой улице выносят тела погибших. Я напомню, это тела трёх мужчин их обнаружили во время и после пожара, причём все они были изувечены. Одного из мужчин было обнаружено огнестрельное ранение, тело другого было полностью избито и следы множества таких вот травм, побоев. И вот третий мужчина, его вообще обнаружили в коридоре связанном. С уверенностью уже можно сказать, что вот этот вот конфликт, который был в квартире, конфликт, потому что сама квартира в том числе тоже пострадала, там практически погром, если можно так сказать. То есть следователи практически уже не сомневаются, хотя пока это не официальная версия, что это всё-таки был поджог, учитывая ещё тот факт, что четыре очага возгорания. Но однако площадь пожара составила всего 10 квадратных метров. Во многом это благодаря тому, что вовремя среагировали сами соседи. Она постучала, говорит, пожар, выходи. В общем, всем кричат, выходите. Я, значит, это самое. Потом, говорю, надо, сообразил щиток вырубить из этой квартиры. Взял свою стремянку, вырубил 16-ю квартиру, потому что дым ещё пока такой был, светленький. А потом, когда уже стал выходить из квартиры, выключил там это, холодильник, телевизор, вижу маску просто, противогазит, чёрное, прям валит. Как нам удалось выяснить, Олег Колотилов, это уже третий владелец квартиры за последние 6 лет. До этого она принадлежала профессору, кандидату наук и, собственно, одному из сотрудников клиники Моники, так называемой. После чего женщина продала её ещё одной, ну, другой, так скажем, своей, видимо, знакомой. Её зовут Вера Тироль. И вот с Верой Тироль как раз нам удалось связаться и уточнить, что действительно полтора года назад квартиру купил юрист. Ну, что же касается вот его непосредственного нахождения здесь. Как говорят нам соседи, бывал он здесь не так часто. В основном видели у него в гостях каких-то мужчин, но однако компании вели себя довольно тихо. И назвать это вечеринками никак нельзя. По некоторой версии именно здесь, в том числе, принимал юрист своих клиентов, давал какие-то консультации. Ну, также стоит отметить тот факт, что дом этот действительно с историей. В 1911 году он был построен, находится в самом центре Москвы, буквально в 100 метрах от метро Новокузнецкая, в 100 метрах от метро Третьяковская. Вот действительно в самом сердце, что называется. Но, а кроме того, дом охраняется, несмотря на то, что в подъездах нет консьержа, например. Но, тем не менее, множество камер расположены по периметру дома. И об этом нам рассказал один из соседей. Дом 1911 года, если вы видите, тут, смотрите, пять этажей. Первые три этажа были вот 11-го года. И они принадлежали церкви, храму. Когда я въехал, вот у меня в соседней квартире жил Ролан Быков, актер. Вот этот дом, при нем была статья недавно очень большая. Генерал-губернатор, главный полицмейстер Москвы жил. Тот самый, который, вот помните фильм про статского советника, Никита Михалков его играл. Вот он жил именно здесь. Я напомню, возгорание произошло в районе 10 утра. До часу дня здесь работали пожарные, несмотря на то, что довольно быстро удалось потушить это возгорание, этот пожар. Ну а после того остались следственные комитеты. Сотрудники до сих пор находятся на месте. Вы видели, как на ваших глазах, собственно, карет скорой помощи, которая вывезла тела погибших в морг, вот только что буквально удалилась. Женя. Получается, Елена, что дом с историей. Теперь здание, где есть квартира со своей нехорошей историей же. Мы благодарим Елену Шевелеву. Моя коллега следит за событиями на Пятницкой улице. Продолжение следует...